25 миллионов новых авто годами гниют на свалках под открытым небом. Но автопроизводители даже не собираются их продавать и утилизировать. Цена на нереализованный товар уже входит в новые партии продукции мировых концернов. Авин Мути, Великобритания. Кстати, наибольшее количество вот мы здесь найдем их именно в Великобритании. Опа, видите, какие невероятные склада. Да, давайте немножко приблизим, чтобы вы убедились, что это именно автомобили. Координаты я, конечно, и даже сам файл с координатами для программы Google Планета Земля я вам оставлю. То есть вы видите, да, что это все именно автомобильчики. Совершенно разных марок. Но самое удивительное, что вот это вот все, это склады автомобилей. Давайте покажу линейкой, чтобы вы убедились, здесь примерно полтора квадратных километра. Вот здесь почти два километра, а здесь даже больше двух. Представляете? Размеры. И здесь вот еще тоже есть дальше склады автомобилей. Здесь, здесь, вокруг. Если вы хотите глубже разобраться в этих вопросах, просто попутешествуйте немножко рядом с этими складами, которые я вам оставил. Много чего интересного найдете. А мы едем дальше, потому что ссылок очень и очень много. Много посмотрим Британию, много посмотрим США. Даже кое-что в России возле Питера есть. А вот здесь тоже немножечко есть кое-что интересного. Смотрите, сколько автомобилей. Но вы скажете, да это просто произведенные автомобили, привезенные. А нет, друзья, здесь, к сожалению, это вот место Корби, тоже в Великобритании. Эти автомобили, бывает, стоят годами и не меняются. К тому же, здесь вы можете выбрать вот такую функцию, называется «Старые фотографии». Посмотреть, как в разные года выглядело. И, как видите, эти автомобили здесь продолжают стоять. Да, добавляются новые, часть из них увозится, возможно, часть продается. Мы же знаем, что, в принципе, автомобили-то продаются. Но и около двух миллионов автомобилей остается. Если мы вот так вот будем смотреть, мы с вами можем убедиться, что часть автомобиля остается, часть увозится. И так абсолютно любые места. Поэтому пользуйтесь и следуйте. А вот Апер, Британия, здесь тоже не очень далеко. Смотрите. Не знаю, что это, взлетно-посадочная полоса или что, но здесь тоже целое море автомобилей. Расставили как могли, чтобы сильно уж не мешало. И знаете, бывает, что, я же вам показывал сейчас фотографии, говорите, вот, видишь, там же фотографии меняются. Но бывает, что вот эти автомобили здесь стоят два-три года, и только после этого часть из них куда-то увозят, я не знаю, утилизируют или просто там под пресс пускают. Кто знает, что с ними делают. Но факт остается фактом. А вот местечко под названием Ширнес, Великобритания. Здесь тоже достаточно много автомобилей. Смотрите, это не стоянка возле какого-то торгового центра. Это огромное количество новых автомобильчиков. А вот здесь посмотрите, насколько их много. Есть более маленькие, более покрупнее. Часть уже мы видим здесь куда-то увезли, либо продали. Но по официальной статистике около двух миллионов автомобилей в год остается неудел. А вот здесь есть еще одно местечко, чуть южнее находится. Смотрите, еще огромнейшее количество автомобилей. Вот, пожалуйста, и вот. А вот это, кстати, давайте-ка для сравнения линеечки тоже померим. Я думаю, тут тоже много. Вот видите, полтора километра. Довольно-таки много. Еще одно местечко в Великобритании. Суиндон. Здесь автомобилей не так много. Но, тем не менее, смотрите, вот здесь везде все стоят автомобили. Огромнейшие стоянки. Это довольно-таки много. Вот здесь, смотрите, сколько. Целый сухой док, можно сказать. Опа. Посмотрите, насколько же их много. И, судя, опять же, по официальной статистике и по фотографиям, далеко не все эти автомобили продаются. Многие из них так и остаются гнить здесь, либо в каких-то других местах. Понятное дело, что все приведенные здесь места являются лишь терминалами, перевалочными пунктами и так далее. Но давайте не забывать, что автомобилей производится больше, чем нужно. Вот, смотрите, здесь сколько автомобилей. Здесь вот, например, эта часть уже полупустая, как мы видим. Здесь вот склад еще какой огромный этих автомобилей. И все именно легковые автомобили. Насколько же их много. Вот это, кстати, тоже легковые автомобили. Вы все сможете сами проверить. Вот здесь, смотрите, это какие огромные площади. Давайте просто линеечкой померим. Вот сколько это все. Ну, почти полкилометра. Да и вот здесь тоже. Ну, почти квадратный километр. Ну, скажем, даже полкилометра квадратных автомобилей. Согласитесь, немало. А вот это? Тут через речку переплыть и еще целая куча автомобилей. Думаю, вам будет интересно и любопытно. Но это, друзья, еще и цветочки. Когда мы сейчас дойдем до США, вы офигеете, какие масштабы автомобилей там. Здесь, в Великобритании, как мы видим, тоже опять огромное количество автомобилей. Насколько я понял, что это склад авто возле завода Nissan. Именно что за конкретно здесь завод, я могу ошибиться. Но, как мы видим, автомобилей здесь много. Даже найду фотографии этих мест и выложу вам еще фотографии. Не только снимки с Google Maps. Едем дальше. Вот, например, испанский порт в Валенсии. Это первое место, где меня действительно шокировало количество автомобилей. Да, это терминал. Здесь автомобили выгружаются, но они несколько лет здесь стоят. Вот с помощью этой функции «Исторические фотографии» вы сможете сами все проверить. Давайте посмотрим. Немножко приближаем. И смотрим, какое количество автомобилей. Все это автомобили, вы прекрасно видите, лишь изредка попадаются какие-то странные контейнеры. Давайте-ка измерим линеечкой. Какая же длина? Один километр. Но в этом порту есть еще несколько подобных складов. Правда, чуть поменьше. Вот здесь севернее. И, смотрите, тоже достаточно много легковых автомобилей. И чуть-чуть западнее. Все ссылочки я, конечно же, вам оставлю. Но, согласитесь, это тоже немало. Плюс вот здесь вот мы видим уже стоянка пустая. Видимо, автомобили куда-то увезли. Исследуйте этот вопрос, это интересно. А вот Лонг-Бич, Соединенные Государства Америки, Калифорния. Здесь еще не так их много. Вот следующие сашианские склады автомобилей вас просто поразят. Вот, смотрите, какой объем. Вот эти все маленькие точки, это автомобили. Смотрим с помощью функции линейка. Длина. Почти километр. Ширина. Полкилометра. Представляете? Это почти квадратный километр автомобилей. Здесь также есть соседний склад. Еще смотрите сколько. Этот по размеру еще больше, но тут он такой немножко полупустой. А вот, пожалуйста, Детройт. Тольятти, кстати, часто называют русским Детройтом. Это автомобильная столица США. Так вот, смотрим. Здесь вот, пожалуйста, какая-то свалка. Тут, конечно, сложно сказать, это новое авто или старое. Кто его знает. Но сейчас покажу места именно складирования еще и совершенно новеньких авто возле каких-то заводов. Вот здесь совсем какая-то дренальная свалка. А здесь более-менее такая неплохая выглядит. Кто его знает, что это такое? Если знаете, пишите в комменты. Будем разбираться вместе. Видите, но это была только затравочка. А вот здесь, смотрите. Вот это все, это автомобили. Не верите? Давайте приближу, покажу. Вот это именно автомобили. Дальше. Все вот эти квадратики с точками. Это все автомобили. Вот эта стоянка, кстати, ну, практически пустая. Ну, видимо, периодически забивается автомобилями. Вот это все автомобили. А вот это, вот это. Давайте приближу, покажу, что я не вру. Ну, и вокруг одни только автомобили. Представляете, какой объем? Вот это, вот это. Это все автомобили. Не верьте мне на слово. Переходите по координатам, сами все проверяйте. Это ж удивительно, какое количество автомобилей. Представляете? Но это еще не все. Тут Детройте их целая куча. Сейчас еще здесь посмотрим. Ну, во-первых, мы видим здесь вот слева вот это тоже все автомобили. Вот это вот пустые стоянки. Я все исторические фотографии не смотрел, но подозреваю, что здесь периодически бывает много автомобилей. Вот смотрите, сколько автомобилей. Убеждаемся, что это все, а именно легковые автомобили. Если вот здесь еще можно сказать, что это стоянка, скажем, работников, то, увы, ах, вот это все уже некие склады. Поднимаемся выше, смотрим еще автомобили, еще. Вот тут уже практически пустая стоянка. Здесь вот пустая, здесь наполовину пустая. Но, тем не менее, факты подтверждаются. Статистика говорит, что 2 миллиона автомобилей в год остается не у дел. Но мы и видим, что вот вроде бы полупустые склады, но куча автомобилей осталось. И они остаются, бывает, там на 2-3 года или больше. Гниют, не занимают место. Смотрим следующие координаты. Тут тоже близ Детройта. Вот мы, кстати, видим, смотрите, здесь огромнейшие склады, опять же, этих автомобилей. Здесь, видимо, какой-то завод. И чтобы окончательно убедиться, что это все автомобиль именно производится, мы здесь видим гоночный трек, чтобы эти все автомобили тестировать. Смотрите, здесь, здесь, везде автомобили. Вот здесь вот, кстати, автомобили я не вижу. Но это, судя по всему, места для парковки. Вот все, разметка есть, но без автомобилей. Это же невероятно, насколько много автомобилей здесь находится. А что скажете про это? Смотрите, вот это автомобили. Это, это. Вот это. Здесь, судя по всему, это что это? Автовозы или... А, железная дорога. Смотрите. И вот они, все автомобильчики здесь стоят. Да, это уже полупустая какая-то стоянка. А здесь вот они вообще, смотрите, просто прям впритык складируются. Хотите сказать, вот эти серединки прям их куда-то вывозят? Да нет, новенькие автомобили вот просто стоят, никому не нужны. Потом вывезут куда-нибудь на другую свалку. А вот здесь вот, смотрите. Они же все впритык стоят. Вот. Чтобы места не занимали, их уже никуда транспортировать, как хорошие настоящие автомобили не собираются. Выкинут на свалку, да и все. Если вы другого мнения, то пишите в комменты и, конечно, аргументируйте свою точку зрения. А здесь, смотрите, вот это все. Автомобили. Автомобили вот здесь вот тоже. Не знаю, это может быть, конечно, стоянка какого-нибудь торгового центра, но вот здесь-то вот это мы явно видим плотность какая автомобили. Это не торговые центры. Это какие-то склады автомобилей. Сумасшедшее просто количество автомобилей. К сожалению, качество, как мы видим, фотографии подтормаживает. Ну, смотрите. Автомобильчики. Продолжаем крутиться вокруг Детройта, штат Мичиган, Соединенные Государства Америки. Смотрите. Вот это все автомобили. Вот, вот, вот это все стоянки. Представляете, какое количество автомобилей? Ну, для верности давайте померяем. Здесь полкилометра и в ширину 20, ну, 200 метров. И здесь вот еще сколько. И здесь какой-то сам завод. Видимо, производство само. Огромные же площади. Продолжаем Детройт смотреть. Это еще цветочки, друзья. Смотрите, какой огромный склад. Опять ветка железной дороги сюда уходит. И мы видим огромные склада автомобилей. Просто чудовищные размеры. Здесь вот тоже мы видим какие-то контейнеры. Опять автомобили, автомобили. Вот здесь тоже. Здесь вот уже пустая стоянка. Опять контейнеры, автомобили, автомобили. Вот здесь сколько автомобилей, смотрите. Не верите мне? Давайте я приближу. Правильно делаете, что не верите. Ну, смотрите, они там впритык друг к дружке стоят. Пока внешне все не уберете, автомобили внутренние, вы никак не достанете. То есть, это явно не на продажу, а просто какой-то склад или временное хранилище или еще что-то. Я не знаю всех тонкостей производства. Я думаю, если вы не являетесь руководителем какого-то крупного концерна, вы тоже, скорее всего, в этом не разбираетесь. Для сравнения, давайте посмотрим АвтоВАЗ. Один, наверное, из крупнейших производителей автомобилей в России. Кто-то скажет, ну, это все автомобили, скажем, рабочих. Вот, пожалуйста. Вот это отстойник АвтоВАЗа. Здесь мы видим с вами легковые автомобили. Ну, приблизьте, сами посмотрите. А вот здесь самый трек. Вот здесь, кстати, статуя с ладьей стоит. А здесь вот заводоуправление здание. Так вот, а вот это проходные на южной стороне АвтоВАЗа. Давайте приблизим, посмотрим, много ли тут все-таки автомобилей. А здесь работает достаточно много, десятков тысяч человек. Смотрите, а не так уж много на проходных. А территория завода достаточно огромная. Смотрите. То есть, вот это вот все территория завода. На сегодняшний день там, по-моему, 36 тысяч человек. То есть, говорит, что все автомобили возле завода, это, скажем, автомобили рабочих. Ну, никак не получится. А вот здесь сейчас, ребят, будем немножко офигевать. Вот эта вот вся площадка забита автомобилями. Да, где-то вот здесь мы видим очень плотно, где-то так реденько. Но, тем не менее, давайте хотя бы так приблизительно посмотрим, какая же здесь площадь. Так, здесь почти 2 километра. Ну, средним. Здесь. Так, чего я там нажал? Так. Как-то по-среднему попытаемся взять. Здесь. Ну, еще полтора. Ну, короче, от одного до полутора километров квадратных здесь завито автомобилями. Да, где-то более плотно, где-то менее. Вот здесь, например, смотрите, какая плотность. Ну, просто здесь уже, видимо, самый такой отстойник. Где они, наверное, годами стоят. А где-то, может быть, более популярные модели. Вот так, что мы видим здесь. Действительно, каждая машина отдельно может выехать, ее увозит и сразу идет на продажу, скажем, к дилеру. Ох, этот Балтиморский порт в штате Мэриленд. Мы, кстати, здесь очень-очень много чего увидим. Смотрите. Опять железные дороги. Куча автомобилей здесь, здесь. Давайте-ка чуть-чуть приблизим и посмотрим. Смотрите. Хотите сказать, это просто стоянка автомобилей или свалка новых автомобилей в порту, которые только прибыли? Ну, может быть, уже год или два прибыли. И, судя вот по этой функции старых фотографий, вы можете это все сами проверить. Они же здесь гниют уже вовсю. Конечно, с такой детализацией мы не сможем посмотреть, там гнилые они или нет. Но, тем не менее, очень интересно. В этом вообще штате Мэриленд огромнейшее количество автомобилей. Вот это просто поражает. Смотрите. Вот эта вся площадь забита автомобилями. Вот эти все микроскопические точки. Тут уже площадь, наверное, километра три квадратных. Давайте попробуем померить. Как так хотя бы приблизительно. Так, у меня получилось почти два километра. Ну, тут плюс-минус. Так, высота. Ну, тоже почти два километра. Ориентировочно, значит, полтора-два квадратных километра, загруженных под завязку автомобилями. Смотрите, это стоянка или свалка? Мы даже видим, что вот есть разлиновка, и они стоят совершенно иначе. А здесь? А, здесь вот мы видим, здесь вот пусто. Наполовину. То есть, надо быть тоже объективным. Не надо там выдавать желаемое за действительное. Здесь вот мы видим, нормально стоят. Видимо, какие-то новые модели. А вот что постарее уже не пользуются спросом. Там, наверное, прошлогодний. Вот, пожалуйста, стоят здесь. Красуются. Просто как свалка. Или здесь. Ну, это явно не для того, чтобы их вывозить куда-то. Я уж не говорю сейчас про все остальные. Смотрите, это все автомобили. Автомобильные свалки. Новых автомобилей. Но это же просто отвал башки, друзья. Я когда вот эти все координаты, я их сам находил, сидел. То есть, если вы где-то найдете публикации с координатами, это, скорее всего, опубликованы от меня. Или у меня взяли. Потому что я находил именно сами города, фотографии и пытался найти все вот эти координаты. Потрясающие вещи. Пользуйтесь, изучайте сами. Невероятно просто. Так, а мы едем дальше. Что здесь еще в округе есть? Этот заливчик дает нам огромнейшее количество автомобилей. Смотрите. Явно свалочка какая-то уже. Ненужные автомобильчики, которые в порту не прижились. Вон, их пригнали на земельку. Все, аккуратненько поставили. Чтобы догнивали свой век. И это мы все там же находимся. В Балтиморском порту. Смотрите, сколько вокруг воды. Здесь вот аэропорт рядом есть. Смотрите. Вот здесь сколько автомобилей. Вот здесь. Здесь, 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 здесь. Вот огромнейшее количество. Это за городом находится. Еще раз напоминаю. Это не спальный район, где все паркуются. Вот здесь вот. Огромное количество автомобилей. А вот сам аэропорт. Я, конечно, не специалист по аэропортам. Но, по-моему, на территории аэропорта со своими авто не ездят. Да? То есть сказать, что это просто автостоянка для пассажиров, по-моему, не получится. Видимо, здесь так много просто площадей, что их арендуют или как-то покупают, чтобы складировать свои автомобили. Автодилеры или еще кто-то, кто его знает. Ну что, переместимся к нам в Россию. На северо-запад от Питера. И посмотрим, что же там есть. А, сначала начнем вот с питерского порта. Смотрите, здесь легковые автомобили. В основном, кстати, зарубежные. Если вы не в курсе, их там привозят через Балтийское море. Смотрите, какое огромное количество. Эти все автомобили, конечно, какие-то будут проданы, какие-то нет. Но, увы и ах, большинство не продаются. А вот здесь гораздо интереснее. Я даже нашел какие-то фотографии аэропорта, который под завязку забит автомобилями. Я не уверен, что это аэропорт, потому что длина здесь не очень большая. Взлетно-посадочные полосы. Если вы специалист, расскажите мне. Здесь я померил, получается всего где-то 650 метров. 650 метров. Может быть, для каких-то не пассажирских, а маленьких самолетов это достаточная длина для разгона. Я здесь тоже по историческим фотографиям смотрел. Достаточно бывает много автомобилей. Сейчас мы видим поменьше. Давайте посмотрим. Переместимся куда-нибудь. Вот, пожалуйста, видим. Здесь вот наоборот пусто стало, здесь больше. А здесь мы видим абсолютно полностью забито под завязку. Как мы видим, ну, около половины этих автомобилей куда-то деваются периодически. Остальные остаются лежать здесь мертвым грузом. Едем дальше. У нас тут еще у Питера есть что-то напоминающее отстойник авто. Не знаю, там покупают или нет, но тем не менее. Смотрите. Опять же. Здесь мы видим уже пустая стоянка, а здесь такая еще полностью забитая. Здесь тоже. Возможно, стоянка какого-то местного дилера. Я не в курсе. Напишите, если знаете. Здесь вот тоже нечто подобное совершенно рядом. Причем это появилось достаточно недавно. По историческим фотографиям я здесь смотрел. И эти территории были вообще лесом. Вот вам и свалки где-то за город вывозят автомобильчики и хранят их там. А вот Ливерпуль, Великобритания. После всех кадров, которые вы видели, здесь вам покажется, что не так уж много. Вот здесь вот немножко автомобилей есть в порту Ливерпуля. Вот здесь даже какой-то самолет есть. Здесь чутка. И если мы поднимемся еще немножко выше, единственное, что я здесь смог найти, это где-то вот здесь вот на севере совсем такое небольшое количество автомобилей. Ну, не знаю, что это такое. По-моему, Ливерпуль больше своими футбольными клубами известен. Ну, что ж, на этом я с вами прощаюсь.